Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Сегодня мы поговорим с вами о том, как правильно отращивать волосы для того, чтобы у вас появилась длинная стрижка, новая укладка, либо вы просто хотите отрастить волосы и думаете с чего начать. Поехали! Многие люди считают, что для того, чтобы отрастить длинные волосы, достаточно просто их не стричь. Но все-таки мы подготовили для вас 10 лайфхаков, как сделать это максимально быстро, правильно и грамотно, так, чтобы вы не теряли опрятного внешнего вида. Первое, о чем вам следует позаботиться, это шампунь и кондиционер. Шампунь обязательно должен быть подобран под ваш тип кожи головы и тип волоса. Кондиционер нужен вам для того, чтобы вы ухаживали за волосами. Если же вы будете пользоваться, не знаю, там, мылом, которое где-то подобрали, или еще что-то, или гелем для душа, ваши волосы при отрастании не будут сохранять свой хороший внешний вид, могут начать сечься, травмироваться, это не круто. Поэтому запасаемся хорошим шампунем и хорошим кондиционером. О том, какой вам необходим шампунь, вы можете посмотреть либо в нашем видео, либо прийти в любой барбершоп и задать вопрос нормальному барберу. Какая у меня кожа головы, какой у меня тип волосы, какой мне подойдет шампунь. Либо сходить к трихологу или дерматологу, вам тоже все подберут. Пункт номер два. Если у тебя есть перхоть, избавься от нее в обязательном порядке. Перхоть, когда твои волосы будут отрастать, во-первых, будет более заметна, во-вторых, это все-таки нарушение чего-то в твоем организме. Мы уже снимали видео на эту тему, посмотри его внимательно, если есть такая проблема. Поэтому перед отращиванием волос избавляемся от перхоти. Либо тебе придется в итоге состричь свои длинные волосы, либо ты будешь сильно лечить эту перхоть и не нужно это. Избавься от всех проблем перед тем, как начать отращивать волосы. Пункт номер три. Мой голову раз в два-три дня. Почему это важно? Я понимаю то, что у кого-то она жирнится уже к вечеру, у кого-то она жирнится уже к обеду, у кого-то она жирнится спустя неделю. Все это ясно. Если ты часто моешь голову, ты смываешь вот этот слой жира, который там появляется, но это не всегда хорошо. Жир выделяется для защиты волос, для того, чтобы у тебя не травмировалась кожа головы, чтобы волос дольше у тебя находился на своей голове, чтобы он не выпадал. И это тоже одна из причин того, почему вырабатывается жир. Не надо мыть голову слишком часто, особенно если ты используешь шампунь. Мой ее раз-два-три дня и все будет хорошо. Если же прям сильно жирнится, потерпи хотя бы месяц. Посмотри, вполне вероятно, что она жирнится из-за того, что ты часто моешь голову. И при отращивании ты заодно можешь решить проблему жирных волос. И плавно мы переходим к пункту номер четыре. Мой голову прохладной водой. Не используй сильно горячую воду. Сильно горячая вода вредит волосам. Мой голову прохладной водой, конечно, не такой, как там снега из Антарктиды, но все-таки довольно прохладной, так, чтобы это было ощутимо. Это полезно и для кровообращения, для твоей кожи головы, и для самого волоса. В нем сохраняется больше влаги. Пункт номер пять. Научись правильно пользоваться феном. Укладка, в принципе, будет спасать тебя в момент отрастания волос. Ты сможешь грамотно маскировать какие-то торчащие волосы, прятать это. Не забывай о том, что не надо пересушивать волосы феном. Не используй фен на больших температурах, используй его на средней, либо на маленькой температуре. Не пережигай волосы и научись укладываться. У нас уже были ролики на канале, где мы показывали, как это делается. Правило номер шесть, и оно все-таки довольно важное. Можно было его даже поставить в начало. Спроси у своего барбера, стоит ли в принципе тебе отращивать волосы. Бывает рост волос, при котором нет смысла отращивать его длинными. Бывают очень жесткие прямые волосы, которые растут перпендикулярно к коже головы. И, соответственно, даже если ты отрастишь их 5 сантиметров, все равно они у тебя будут торчать. И будет очень тяжело ложиться. Все это будет очень объемно и будет некрасиво. Не факт, что тебе это понравится. Если у тебя сверху волосы уже редеют, здесь их на фронте мало, забудь об отращивании волос. Лучше носить короткие стрижки, которые будут выгодно выглядеть в своей форме лица. Поэтому уточни у своего барбера, подходит ли именно для твоих волос длина, для их густоты, для их структуры. И мы переходим к следующему пункту. Визит к барберу. И о чем мы и говорили. Многие люди думают, что можно вообще не стричься. Но волосы отрастают от сантиметра до двух. У разных людей по-разному растут волосы. В среднем это вот полтора сантиметра. В месяц отрастают волосы. Соответственно, если ты хочешь себе 15 сантиметров, примерно тебе может потребоваться 10 месяцев на то, чтобы они отросли. Если ты не будешь ходить и подравнивать эти волосы, это не значит, что они отрастут быстрее. Ну да, технически они отрастут быстрее. Но их качество будет гораздо хуже. На выходе ты получишь посеченные волосы, травмированные волосы. Это будет не тот эффект. Тебе все равно придется половину сострить, чтобы выглядеть хорошо. Соответственно, подстригай хотя бы раз в месяц, раз в полтора, ну два это край месяца. Отстригай те самые полсантиметра, там 0,3 сантиметра. Для того, чтобы волос не сёкся, волос выглядел всегда здоровым и сохранял в красивую форму само отрастание стрижки, чтобы она сохранялась красивой. Также не забывай делать окантовку. Ты можешь много волосы пытаться убрать укладкой за уши, еще что-то. Но отросшая шея, отросшая зона вот здесь, над ушами, которые волосы уже не убираются, это будет некрасиво, это будет неопрятно. Нормально ровняет, и тогда все будет красиво, круто и аккуратно. Важно ходить к одному и тому же мастеру, который уже знает, что ты отращиваешь, который знает, что надо, с которым вы оговорили, какая форма будет в итоге, чтобы он сразу уже при стрижке задавал эти направления. Следующий пункт. Нормализуй свое питание и свой распорядок дня. Не секрет, что рост волос можно усилить, и для этого не нужно обязательно использовать миноксидилы и прочую дрянь. Достаточно пить витамины, нормализовать свое питание, снизить уровень стресса, заниматься спортом и все прочее, прочее, прочее. Понятно, что это тяжело. Понятно, что тяжело нормализовать питание так и подобрать его, чтобы ты получал все нужные витамины, типа рыбий жир и тот же самый биотин. На самом деле, рыбий жир тоже бывает не весь полезный. Почитай информацию в интернете, тебя ждет много интересного. Какой рыбий жир стоит пить, сколько чего в нем должно быть, там тоже очень много нюансов. И также по биотину. Но именно эти добавки ускоряют рост волос и ногтей. К сожалению, зубы они не растят. Также нормализуй сон и в идеале займись спортом, потому что занятия спортом тоже способствуют росту волос. Также рост волос способствует вода, потому что волос состоит в большей степени из воды. Пей много воды. В интернете достаточно уже информации о том, сколько воды на твой вес нужно пить, для того, чтобы у тебя там все в порядке было в организме. Соответственно, пей больше воды, волосы будут расти лучше. Следующий пункт. Заранее подготовь свою стрижку к отрастанию. Волосы на твоей фронтальной части, вот здесь, должны быть чуть длиннее, чем волосы на височно-боковой зоне и зоне затылка. Есть такое мнение, что волосы на висках и на затылке растут быстрее. Такое правда бывает. Бывают клиенты, у кого волосы с правой стороны растут быстрее, чем с левой. Бывают клиенты, у кого затылок отрастает быстро, у кого макушка отрастает быстро. Такое бывает. Но, как правило, волосы, которые растут с боков, их просто больше видно и они бросаются в глаза. И они же начинают еще торчать, если они у тебя были короткие. И, соответственно, это не очень круто выглядит. Если у тебя сверху будет чуть больше волос, хотя бы сантиметров 6-7-8, ну 8 в идеале, ты сможешь уже укладывать их назад, ты сможешь где-то прядями закрывать одну из сторон, ты сможешь уже укладкой играть, и тебе это будет удобнее. И точно так же, если ты хочешь отрастить, допустим, мэнбан, то волосы с затылка, чтобы попали уже в хвост, их можно было собрать, нужно всего 5-6 сантиметров. А спереди их нужно будет сантиметров 20-25. И тебе будет легче одинаковую длину отрастить тогда, когда сверху уже есть волосы. Ну, понятно, да, геометрия? То есть, либо отсюда тянуть волос, чтобы собрать его в пучок, либо отсюда. И заключительный пункт, как раз о всех этих советах из интернета. Клиенты часто нас спрашивали, втирать в голову репейное масло, какие-то маски из яиц, там еще что-то, горчичные маски, еще что-то делать, там масло, все остальное. Ребят, это все полная дичь. Я не сторонник народных средств серии, там, струя бобра, там, моча крысы и все остальное, вот это втирание. Почему? Все это ненаучно, все это основано на том, что кому-то какой-то там, деду, деду где-то когда-то что-то помогло, поэтому нужно это делать. У всех разная кожа головы, у всех разное строение волоса. Вы можете очень сильно навредить своей голове. Если у вас жирная кожа головы, жирные волосы, вы туда жахаете масло, белок, еще что-то, мед, во что превратится просто ваша кожа. У вас там взрыв произойдет, у вас после этого она может жирниться просто страшной силой. Также вы можете уксусом пересушить кожу, у вас там может начаться выпадение волос. Поэтому не слушайте все эти бридни, которые могут посоветовать все эти знахари-знахарки интернетные. И просто все, что вы можете сделать, это наносить несмываемый кондиционер перед выходом из дома. Он закроет кутикулярный слой. То есть вот вы помыли голову, высушили и на влажные волосы чуть-чуть несмываемого кондиционера нанесли. И все, он закрыл кутикулу и вы пошли таким образом из дома. И также во время душа или даже просто перед сном делайте массаж головы для улучшения кровообращения. Здесь на голове просто массируйте и все у вас будет расти лучше. Все, ребят, теперь мы ждем шутки о том, что я сам так и не смог по этим советам отрастить волосы, о том, что мне не получилось и все тому подобное. Поставили лайк, подписались на канал, ссылки в описании есть наш сайт. На нем вы можете увидеть любой из наших барбершопов и узнать, есть ли мы в вашем городе, чтобы мы могли вам помочь уже в вашей локации. Это города Омск, Сургут, Липецк, Сочи, Клин, Балашиха, Москва и скоро это будет Казань. Во всех этих городах скидка на первый визит в барбершоп 20% на все услуги. Ребят, также мы выпустили свою линию одежды. Это очень клевые футболки и свитшоты из натуральных материалов из хлопка. Заходим на сайт, смотрим, если нравится, заказываем. Все, всем пока.